Котировка нефти марки Brent консолидируется вблизи отметки 45 долларов за баррель. Рынок энергоносителей перешел к росту. Тем не менее, у медведей по нефти остаются поводы для активизации продаж. Рубль снижается в паре с долларом, несмотря на слабость американской валюты. Ближайшие контракты на нефть марки Brent уходили в начале торговой сессии выше 45 долларов за баррель, набирая в моменте 0,8% от своей стоимости. Американская сырая нефть также начала неделю на положительной территории, демонстрируя аналогичные темпы роста. Баррель WTI торговался по 42 доллара 23 цента. Настроение трейдерам подняли новости из Китая. Власти страны сообщили о планах импортировать большие объемы американской нефти в августе и сентябре. Это перевесило страхи по поводу падения спроса на сырье после пандемии. Сегодня трейдеры также отыгрывают пятничную статистику о снижении числа буровых станций в Штатах до минимума с 2005 года. В целом принципиальных изменений на рынке нефти не ожидается. На стороне продавцов остаются решения членов ОПЕК нарастить объемы производства нефти в условиях сниженного спроса. Медвежьим фактором является и то, что Администрация энергетического информации США вместе с Международным энергетическим агентством ухудшили прогнозы спроса на нефть до конца 2020 года. Между тем, в Bank of America увидели факторы, способствующие увеличению цен – это доверие инвесторов к выполнению сделки ОПЕК+, снижение производства нефти в США и устойчивое восстановление мирового спроса на нефть. Если эти тренды сохранятся, то рынок уже в четвертом квартале столкнется с дефицитом сырья. Таким образом, котировка нефти марки Brent в следующем году вполне может взлететь до отметки в 60 долларов за баррель. Что касается ближайшей перспективы, то на дальнейшую динамику рынка энергоносителей могут повлиять итоги встречи технического комитета ОПЕК+. Нефтечиновники проведут онлайн-встречу 19 августа, то есть на день позже, чем планировалось изначально. Уровень выполнения сделки, как ожидается, снизился в прошлом месяце до 96% с июньских 106%. Если эти прогнозы подтвердятся, у трейдеров появится дополнительная причина для продажи нефти. Рублю удалось завершить прошлую неделю в районе отметки 72.80 в паре с долларом. Поскольку причин для пробития этой отметки и тем более для дальнейшего роста нет, сегодняшнюю сессию «россиянин» начал с отрицательной динамики. Пара USD-рубль днем набирала почти 0,5% стоимости и вновь уходила выше отметки 73.00. Это происходит вопреки восстановительной динамике цен на нефть и снижению индекса доллара. В последнее время российская валюта в основном игнорирует движение нефти и доллара на мировом рынке. И сегодняшний день вряд ли будет исключением. Трейдеры по рублю продолжают наблюдать за событиями в Белоруссии. Пока неблагоприятная политическая обстановка не несет прямых угроз российской валюте. Однако стоит учесть, что любое обострение ситуации в какой-либо стране негативно сказывается на национальной валюте соседнего государства. На этом у нас пока все, вы смотрели новости в информационном канале группы компании ИнстаФорекс, с вами была я Екатерина Стихина, желаю вам профитных сделок.